Вы знаете, мы такие люди, что любим друг друга угощать и вкусностями, и едой, тем же холодцом, да, в зимнее время, в летнее время вареничками с вишней. И, вы знаете, многие думают о том, что это вроде как нормально. Меня соседка угощает, да и я ее угощаю, и вроде все было бы неплохо. Но, вы знаете, есть один нюанс, на который многие люди не обращают внимания. Вы знаете, когда-то давно люди жили в достатке, если у них было на столе все в изобилии. Конечно, не было такой еды, как у нас сейчас, была совсем другая еда, но все же наши предки очень трепетно относились к любой еде. И, вы знаете, это было неспроста, потому что наши предки старались из рук других людей не брать. Почему? Потому что, вы знаете, через еду очень легко нанести, навести порчу. И эта порча может легко из такой вот хорошей, добротной жизни перекроить жизнь в совсем другом русле. Конечно же, бывает так, что не успеваешь приготовить какую-то вкусность, и тут тебя соседка угощает, да. И многие люди думают, ой, слушай, ну так же вкусно. Но, вы знаете, что здесь нужно быть очень осторожными и внимательными. Лучше сами приготовьте, лучше никогда научите своих знакомых, друзей, коллег, чтобы они не принимали, чтобы вы не принимали такие продукты питания. Потому что, таким образом, через вот такие продукты питания можно вами манипулировать. Вы будете удивлены, ночью проводится определенный обряд, и наносится определенная программа негативно-деструктивная на эту еду. Человек начинает ее кушать, и она активируется. И, конечно же, возможно, за один раз ничего не произойдет, но если вы постоянно принимаете еду, пьете чай из чужих рук, особенно это в коллективе очень нужно быть осторожным, то вы в какой-то момент поймете, что есть вы, а есть это еще другой, который вы становитесь легкоуправляемыми, легко поддаетесь. Этого не должно быть. Поэтому научите себя, своих детей, особенно маленьких, никогда ничего не брать с рук, даже особенно чужих рук. Потому что вы не знаете, какие мысли у человека. Человек вам может искренне даже улыбаться. А вы знаете, у нас люди умеют быть великими артистами, как говорится, больших и малых академических театров. И потом у человека беда, у человека горе, он не знает, за что браться. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, ставьте лайк. Это мой видео в комментарии. Напишите слово защита. Пусть вселенные, ангелы, хранители вас оберегают и помогают вам. Кто спрашивал касательно доната, благотворительности, друзья, ссылка в описании. Вы можете выразить по ссылке благотворительность. Любая сумма, все на ваше усмотрение. Прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее, друзья, рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите всех вам мыслимых друзей и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео. Продолжение следует...